Разоблачение Юры Битрейта, гайдодел неудачник. Бля, погодите, тут про меня что-то, ДатПи-47. Блять, большой фрагмент. Ааа, он смотрел мою реакцию на тот видос. Окей, давайте послушаем. Там ещё есть, ребят, самое удивительное, там ещё есть реакция. Реакция какого-то чувака на видео этого чувака. И эта реакция случилась раньше, чем моя реакция. У него крутые видосы, у кого, у ДатПи-47? У него крутые видосы, ДатПи-47. Так, чувак крутой, значит, это смотрим. Я это добавил, как раз-таки хотел спросить, стоит ли смотреть. Значит, мы это смотрим. Давайте посмотрим следующий видос. Стример гайдодел неудачник битрейт. Ну, бля, я не знаю, что-то жёсткое битрейт неудачником называть. С какой-то стороны это правда? Он, наверное, сам так говорит. Он меня знает. У себя, ну, блядь. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Всё это и многое другое на Donatov.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Дорога, народ, когда ко мне только начала приходить, где я снять? Если что, я его смотрел когда-то на стримах. У него был видос типа 8 лет на стриме. Пацаны, это реакция на реакцию на реакцию. Или вот что из этого вышло, или что-то такое. Ну, короче, чел делает гайды по стримингу. И не очень в этом самом стриминге продвигается. Из-за чего некоторые над ним подшучивают. Максимально спокойно. Не, ну, я, признаемся честно, я в интернете года с 12-го, наверное, делал какой-то контент. У меня хоть что-то получилось в 2020-м. То есть у меня тоже были вот эти... Ну, я при этом там жизнью жил, работал. Что там просто параллельно всему этому там YouTube занимался и стримами. Но, тем не менее, ну, не у всех получается в какой-то момент что-то сделать. Бойным монотонным. Конечно, я бы в любом случае не упустил. Ну, пока ноль вопросов, типа, типа, ноль вопросов. Так, а за его контент. Мне сказали, что он прям меня хуй сосить в какой-то момент начнет. Как вы увидите сегодня. В нем чувствуется какой-то, этот, как... Что-то он как будто... Как будто он выдавливает из себя что-то более корректное. Типа... Просто в персонале некоторое есть фальшь. И все. Но это, может быть, я долбанутый. У меня и вас видосы связаны. Блин, кто смотрел это? Здесь есть что-то, что смотреть? Он сейчас посмотрит этот видос просто еще раз. Этот чел умудрился поджечь мне пердак. Блин, в самом начале. Я понимаю, что это так... Погоди, то есть, ну реально, стримить игры по 8 часов в день? Непростая задача, конечно. Это, блядь... Это тебе не на заводе хуярить. Это, блядь, серьезно. Это серьезная тема. А если у тебя там жена, дети, так ты, блядь, сам проебался. Че, блядь. Не можешь стримить 8 часов в день и, блядь, лох. Ну я же не говорил, что лох. Я говорил, что ты не можешь себе позволить это даже попробовать. И то, что у тебя жена, дети, и ты не можешь этого сделать, но это что, не твои выборы? Что здесь неправильного? Тебе кто-то засунул, типа, твой пеструн, какой-то барышней между ног. И такой, ой-ой-ой, презервативы этому не надо нам. Ой-ой-ой, вот это мы все делаем, совокупляемся и так далее. Это что? Что здесь неправильного сказано было? Стримить 8 часов в день, ебать, лох. Вот они оба, типа, этот говорит, что поплачь, этот говорит, ебать, лох. Хотя такого не было озвучено. Они придумывают какую-то хуйню и с ней спорят. Ну, потрясающе, че. Наверное, классный, популярный мужчина. Чего? Какие еще, че, че, жизненные выборы? Тут просто вдумайтесь в смысл этой фразы. Ему потенциально могут написать, если бы не моя работа, я тоже бы мог стримить. И чел просто говорит, ой-ой-ой, ну поплачь, ну поплачь, что у тебя работа, да? Ты не смог обеспечить себе возможность сидеть и стримить по 8 часов с онлайн. Я смотрел оригинальное разоблачение, я не понял. То есть, по идее, стримить по 8 часов с маленьким онлайном, то есть, соответственно, у тебя нету дохода, то есть, у тебя нет результатов. Это, по идее, сложнее, чем с большим онлайном по 8 часов стримить. То есть, я как бы еще на хардкоре это все прохожу. На хардкоре, ебать, проходит. То есть, я играю в игры 8 часов в день, но из-за того, что у меня онлайн меньше, это еще сложнее. Это вообще пиздец, типа... Сука. На идее это плюс мне. 8 часов с онлайна 30 человек, да? Да пошел, п***, ластеющая манда. Я смотрю, ты своими... Бля, ебать, что-то радикально. Я не смог обеспечить себе нормальную растительность, б***, на голове. Ебать. Ебать. Ну да, это жестко. Чел, б***ь, проснулся этим утром и выбрал насилие. Здесь это видео как будто было создано коллективным разумом моего телеграма. Ничего не добился. Ну и... Бля, я бы на самом деле, ну, не мог чисто стримером стать, потому что это заебывает. Ну, в плане... Я бы... Так это же легко и не завод, уж точно. В смысле, ты не мог бы? Не чувствовал, что я делаю что-то хорошее, ну, что-то действительно стоящее. Ну, видосы... Ну, я тоже не считаю, я даже в своих видосах говорю, что стримы это не контент. Мой контент на основном канале, то есть там подготовленные видосы какие-то. Некоторые есть подготовленные видосы на втором канале, но, типа, это экспериментально, и некоторые там собирают 200 тысяч просмотров, на них там 1010. Ну, то есть это не топовые результаты, но это как раз эксперименты. Ну, я другого способа научиться делать видосы лучше не знаю. Видосы говно, но, тем не менее, даже так. А, то есть вот это вот стримить, 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 то есть эти люди, они реально считают, что вот он там отстримил 8 часов, ебать, он что-то добился. Я одну игру так прошел просто взахлеб и поделился об этом мыслями. Там не было того, что я это... что это что-то невероятное. Ты видос посмотри. Там нет этого. Почему, блядь, вот эти все реакционеры и разоблачители придумывают какую-то вещь и спорят с ней? Я не знаю, давайте сидеть такой... Кстати, блин, знаете что? Вот эти вот чуваки, которые там ходят по улице и иголками в мою куртку пихают, вообще прям уже, вообще прям думают, что они что-то правильное делают, да? Вообще, вообще, вот эту вот херню. И еще мажут вот так вот крем, как будто они викинги. И вот видели же этих людей по улице ходят, да? Смешные. Я еще прям не одобряю, конечно. Почему чуваки придумывают какую-то свою хуйню и сидят с ней разговаривают, спорят? Где там вывод в том, что я сделал что-то невероятное? Почему это происходит? Я что, блядь, в какой-то параллельной вселенной я один в логику умею или что? Реально считают, что вот он там отстримил 8 часов, ебать, он что-то добился. Он реально считает. Кто, блядь? Ну, дед, блядь, тебя он хвалили в чате. Ебать, я думал что-то прикольное. Да нихуя подобного, ты просто в игры играл, блядь, чел. Блядь, это буквально сказано в том видео, сука. И нихуя не продвинулся, никакого прогресса вообще ноль. Да, так я и не говорил, что это делалось для прогресса. Опять же, это говорилось в видео. О, о, ноу. Как же так вышло, прикиньте? Раздражают люди, которые пытаются пропагандировать вот это. Каждый может стать стримером. Вот эти вот, блядь, несбыточные ебаные мечты, вы знаете, что... В чем проблема стать стримером? Ты завел стрим, уже стример. Ну, может быть, имеется в виду в том, что успешным стримером. Но вот, у тебя тут буквально, ты смотрел это. Ну, короче, там он видео показывал, почему успешных стримеров так мало. Это буквально природа вещей. Не будет никогда какого-то стримерского коммунизма, потому что человек, выбирая, что посмотреть, он не обязан свериться со всеми стримерами и пойти к тому, чтобы уравнять как-то ситуацию. Он просто выберет то, что возможно на хайпе или еще что-то. Это как доска Гальтона, которая переворачивается, всегда примерно будет нормальное распределение показывать. Вы знаете, что 80% молодежи в Америке хотят стать блогерами, инфлюенсерами и стримерами. Да, но у них не у всех получится. То, что они хотят, это не важно. И то, что декларируют в интернете, это тоже не важно. И в моих видосах даже сказано не о том, что все могут стать успешными стримерами. Тот видос, который у тебя тут перед глазами несколько секунд назад был, дедуль. Я просто не знаю, ты какой-то, видимо, популярный, блядь, но ты споришь сам с собой здесь. Там как раз таки и сказано, что не будет топовых стримеров. И у меня задача как раз таки в том, что можно быть не топовым стримером, и у вас все будет в порядке в жизни. Я даже не про него говорил. На счет супер каких-то цифр, что если у тебя не столько, как у там какого-нибудь бустера и там еще какого-нибудь чувака, что у тебя жизнь будет плохая. Я на своем примере это показываю. Вот он контент. Не стримы. Я это в видосах своих пропагандирую. Вот что я пропагандирую. Все у вас может быть нормально. В этом проблема тоже. И, кстати, он тоже подтвердил. Он говорит, я не назову неудачником битрейта. Вот эти вот ебаные мечты. Люди тратят 10 лет своей жизни на несбыточную мечту. В итоге делают видосы. Бля, я 10 лет, блядь. Да, но моя меч... Блядь. Донат любимому стримеру. Спасибо. Я не... Иди нахуй. Чета не в том, чтобы стать успешным и топовым стримером. Моя мечта уже осуществилась. Она осуществляется прямо сейчас. Я делаю то, что мне нравится. Я не проиграл. Это у вас цифроголовых в голове. Если вы что-то начинаете делать, но вот только если топ, только если у меня Бугатти, Ламборгини. Я не проигрывал ни в какой момент своей карьеры. Задумывался ли я, самокопанием занимался ли я? Да. Стримил нахуй. И, блядь, ничего не получилось. Блин, вот это, кстати, тоже странно. Потому что там я немножко в этом видео, где я говорил, что я 7 лет, у меня ничего не получилось, я нонейм. Я немножко лукавлю в какой-то степени. Потому что я как раз таки в самокопании заперся в это. Потому что на тот момент у меня 1020 подписчиков. У меня там куча положительных комментариев. И я немножко, так скажем, может быть, зря типа поныл. Ну, кстати, я рад, что он как бы со стороны можно это посмотреть. Блядь, стримил. Надо на ютубе развиваться. Чё-то, блядь, заниматься чем-то. Стримы сами по себе это бесполезный и уёбищный контент. Более того, если он меня знает, я уверен, что он у меня из видосов или из моих переводов у Хариса Хеллера это узнал. Я первый в России начал эту мысль привносить вообще... Да, блядь, иди нахуй в смысле первый в России. Чел, я Хариса Хеллера смотрел до того, как ты его переводить начал. А, это он, наверное, из моих переводов узнал. А, это он, наверное, из моих переводов узнал. Я первый начал это. В принципе, поэтому у меня самый большой канал, потому что я просто раньше этим начал. Даже не очень хорошее видео мои, дед, в общем, говорит, они про твои видосы. Дед, скорее всего, в общем, говорит, а не про твои видосы. Так он же говорит про мой видос смотрится, где я... Я первый в России. Не, у меня ноль негатива к человеку, просто мне интересно. Мне сказали, что там какая-то жесть будет, но посмотрим. Типа, не, я понимаю его реакцию. Типа, вот он что-то делает свое там долгое время, а я какой-то хуйсос 300к подписчиков все это время там его чекал и смотрю видос про него и как-то это комментирую. И я думаю, что ему было очень неприятно в этот момент, что его кто-то так заметил и так вот неприятно о нем отозвался. Поиграл типа 8 часов в день. Он про меня говорит. Он знает меня. Я вообще стримы, ну, свои конкретно... Понятное дело, что он говорит это в общем, типа, не конкретно, не сидит, не в камеру, не смотрит там, да, но по контексту же понятно. Но если я что-то ошибся, ок. Контентом не считаю. Считаю, что это просто я расслабляюсь со своими зрителями, пижу. Я, вот я тоже так считаю. И в том видосе я это говорю, кстати. Сука. Пижу, а так, ну, нужно видосы делать как-то, хоть какой-то контент, да. Я не считаю стримы контентом. Блин, люди, которые не совсем понимают, что это... Ты просто в игру играл. Параллельно выпускает на своем основном канале всякие гайды. Не, ну, понятно, у меня контент говно, типа. Советы, обзорные микрофоны. Если ты не занимаешься нормальным контентом, ютубом, блядь, тиктоком, в конце концов, там тоже есть алгоритм, то нахуй никому твой стрим будет не нужен. Стрим в данный момент имеет смысл только если ты делаешь контент на ютубе, и у тебя появляется... Тут про меня что-то будет? Ну, типа, я вот что-то сейчас задумался, мне написали, может быть, действительно, это он не про меня, типа, про еще кого-то. Друг, это не про... Ну, чел, ну, ты не понимаешь, просто битрейт, он, ну, он следует правилу, то, что тренера не играют, понимаешь? То есть он бы мог, но тренера не играют, чел. Тренера не играют. Если вы захотите написать... Я никогда не говорил, что тренера не играют. Я много раз это в комментариях слышал, и все время написал, что я не согласен с этим. Что это полная фигня. Ну, вот покекал, чувак, типа... Мне сто тысячник и не миллионик, это вообще ничто. У людей реально в башке только цифры... Вам удар... Бля, да, типа... Не было бы такой критики Юру Битрейта, если он в каждый видос не вставлял то, что хейтер мне пишет, что... Моё мне... Они ничего не стоят, потому что я ничего не добился. Ну, они не понимают, то, что я добился, просто вы не понимаете, потому что вы такое не делали. А я вот делал. Вот покажите мне свои там каналы-галочники, наверное, небось у вас там уже миллион подписчиков есть. Вот это... Не в каждом видосе. Такого не было никогда. Я понимаю, что можно поклоуничать и вот так вот представить, что я говорю. Вопрос нахуя? Ну, типа, чтобы что? Очевидно, там не так сказано. Это сказано в паре видосов из всех тех. Эти видосы, кстати, ни хрена не набирают, потому что они нишевые, да? То есть это вообще... Они не набирают, это просто я делюсь своими мыслями. Я... У меня вопросов к этому нету. Потому что их посмотрит только тот, кто... Кому... Кто знает меня. Ну, это просто... Вот воронка продаж, типа, ну, это логично все. Вот к чему это клоунада сейчас? К чему? Я просто не понимаю. Типа, ну, так не было сказано. Я не говорил так. Так хуйня постоянно начинается, типа, чел. Постоянно начинается в каждом видео, но не было этого в каждом видео, чепух. Ты сам придумал, сам поспорил. Ну, потрясающе. Или у человека, который требует кнопку Ютуба, чтобы хоть как-то воспринимать ваши слова. И понимаете, он наотрез отказывается воспринимать инфарк... Если что, если кто-то недавно подошел, мы это все посмотрели уже. Тут Шизик поехал, кукуха, я жду вот этого товарища с ушками. Покажу вам несколько отрывков из видео, где он стримил 7 лет и все еще ноунейк. Да, я мне не сказал, что он ненужное говно. Он так же, как я, берет вот эти вот вещи, которые говорил Харрис Хейлер с канала Альфа Гейминг. Только я действительно, ну, блядь, Харрис Хейлер меня дохуй от чему научил. И я применял это в своем контенте в плане развития и прочего. Ну, какой контент стоит делать? Как выкладывать там прочее? Ну, то есть, реально очень полезные вещи. Мне очень нравилось. И я так понимаю, Абитрейту тоже нравился Харрис Хейлер, но это, блин, я сегодня говорил это с Игорем, это как вот одно дело выучить предмет или параграф, да, чтобы потом рассказать, а второе дело это зазубрить. Вот здесь вот идет именно зубрежка и повторение. И как будто бы человек говорит, но сам не пользуется или не понимает, что эти слова значат. Я на Харриса Хейлера ссылался, может быть, в паре видосов, и то, я говорю, вот, я ссылаюсь на него, это по опыту зарубежных коллег. Чел, ты буквально переводил его, у тебя был канал, этот, доктор-стример, стрим-доктор, ты буквально его переводил, и ты до этого сказал то, что, вот, вот, он мои видосы смотрел, Харриса Хейлера, я первый в России принес эту мысль. Блядь. Ком каждом видосе я вызубрил, покажи тогда в таком случае, где что-то вызубрено. Ну, просто пук в воздух, типа, он что-то там вызубрил, так что вызубрил-то? Ну, тут такой формат, что он на стриме, что ли, покажет, в конце концов, типа, он не готовил этот контент, это не какое-то разоблачение меня в отличие от первого человека. Может быть, я не прав. Мне кажется, я во многом... То есть, его логика заключается в том, что вот вы говорите, что я ничего не добился. Да кто говорит, блядь, что первый, что второй? Кто говорит? Три типа, блядь, за восемь лет и ты? А вот зачем слушать человека, который ничего не добился, который рассказывает какие-то советы по стримингу, но... И вот его точка зрения примерно звучит так. То, что наоборот, мнение человека, который пытался и не добился, но который, типа, на своих ошибках пытался учиться, важнее, все правильно, только не наоборот. Просто, это тоже часть информации. Я не говорил, что это важнее, типа, что-то... Это тоже часть информации, это полезный опыт, как минимум. чем тот, кому повезло. Но вообще, да, это ошибка выжившего, это как бы все понимаем. Типа, забрался наверх. Мне кажется, дело не только в везении, скажем так. Я, так скажем, чего-то избегаю, потому что хочу чего-то определенного, да, то есть я избегаю каких-то возможностей ради того, что я хочу. Бля, так DSP говорит. Это... Так обычно... Кто такой DSP? Есть информация? Ну, говорит DSP гейминг. То, что это не я вот здесь сижу на дне Ютуба, проебав всю свою славу. Это я был... Так у меня не было славы никогда. Чего? А, про DSP, ой, про DSP, DTP. Себе. Я проебал все свои возможности. Но я был верен в себе. Смотрите, в принципе, мысль логичная. То есть, если предположить, что на самом деле я страдаю, типа, в жизни, и то, что я говорю, что мне все нравится, я встаю каждый день с утра, мне нравится, что этот новый день... Ты первый, кто принес DSP гейминг. Бля, ну чел, я бы хотел быть первым, кто принес Халиса Хеллера, но это уже занято. Я был первым, кто принес DSP гейминга. Типа, в теории можно подумать, что я вру, да, то есть, это неправда, и тогда этот поинт правильный. Но я, к сожалению, диспруфнуть не могу, профануть я не могу эту херню, потому что, как вы понимаете, вот как я уже говорил, унеси обратно. Говорил, рядом с моим счетчиком зрителя не написано, типа, вот это вот, плюс он хорошо себя чувствует, плюс он в хорошей физической форме, плюс у него, он лучше выглядит, слыше. Это не написано. формально можно сомневаться в этом. Но, как я говорил, речь, например, в этом случае, кстати, вот на тот момент, вот записи, вот этого лесного видоса, как раз таки началась вот эта история. Ноу-неймбуки, сейчас уже неймбуки предлагаются, да, ноу-неймбуки, казиночи, и все это, вот эта херня предлагалась, и я эти возможности откидывал. Речь вот про это, вот, ноу-неймбуки начались примерно, как раз таки тогда. Да, он говорил про букмекеров и казино. Как раз таки начало все, вот это, но это избегал. Это вот про это речь. О чем, то есть, почему отказался от казиноча? Почему отказался от казиноча? Вот. Избегаю, потому что хочу, да, что-то специально, так скажем, чего-то избегаю, потому что хочу, чего-то определить. Потому что мне не наплевать, как я заработаю деньги, вот почему. Ну да, поэтому я считаю, что вот эти все видосы, про то, что тебе нужно стать стримером, как стать стримером, но это... Где? Где видос, тебе нужно стать стримером. Блядь, ну ладно, ну может где-то есть. Достаточно деструктивная хуйня. Люди из этого пытаются вывести какую-то науку, хотя по факту это просто, ну, блядь, ну, не знаю. Надо, чтобы по кайфу все было. Так он вроде начинал с того, что он говорит, это там DSP говорит, это неправильно, типа, какой-то там DSP гейминг. Ну, тебе может и интересно, а вот людям, которые тебя смотрят, что-то не очень интересно, учитывая, что этих людей нету. Блядь, чел, чел, бля, ебать, нихуя себе. Все равно, он с принцем. Типа, он просто кекнул, что он меня просто беспруф, что их нету, но они есть по факту, типа, ему понравилось, что он так вот, он кекнул, что с лысиной, что здесь, а порассуждать, где, ну, что они есть, например, нет, ну ладно. Чел, шутка смешная была. Опять вас нет, да ё-моё, блин, идите нахрен отсюда, ну нахрен вообще. Блядь, это жесткий буллинг, я скучаю по временам, когда я мог жестко булить, это были веселые времена. Блин, да, это жесткий буллинг. Блядь, какая инфантильная хуета просто, где вот просто сказать какую-то такую прикольную штуку, ну, понятное дело, что здесь это неправда, но суть-то не в этом, да, буллинга. Что, блядь, сказать что-то грубое, это буллинг? Пиздец, ну жестко, конечно, прожарили, ебать. Я просто не понимаю, в каком инфантильном обществе мы живем, блин, если для вот этого вот мужчины, который, очевидно, великовозрастный тоже, как и я, да? Это жесткий буллинг. Что ты высрал, блядь? Чего-то ирония называется. А сейчас, сейчас я боюсь на самом деле жестко про кого-то высказываться. Да, да, именно поэтому ты как бы своему корешу DSP, я правда не знаю, о чем речь, как бы, я не понимаю, потому что ты ссыкло ебаная, скорее всего, который боится что-то сказать, чтобы у него не стало меньше донатиков или еще что-то, потому что ты отказиночий, скорее всего не откажешься, если будут достаточные деньги. Я понять не имею, кто такой Дед Пи-47. Ребят, не в курсе. Если я нагнал зря, мой кореш DSP, кореш DSP, типа чувак тоже, типа, каких-то какой-то добрый дядя честных правил, без проблем. Я тут это, у меня ноль пруф пруфа, что я так просто гоню. Так где ютубе лон? Сейчас гуглить еще буду чела. Юра, мне не интересно тебя смотреть. На твоих стримах нету рекламы казино и порнухи, и твоих голых сисек. И вообще ты за 8 лет ни клены не добился. Ужас, ужас. Я же знаю, какие вы дегенераты, у вас уже 300 с лишним тысяч, блядь, я просто нахуй боюсь себе представить, что вы на что вы спасли. Отшутимся, отшутимся. На самом деле у меня просто очко сжимается, что я боюсь потерять кормушку. Мы поняли, спасибо большое за этот, за рассказ о своих ценностях, потрясающе. Блядь, чел, там вообще нахуй не было агрессии к тебе. Я просто пошутил, типа жесткий буллинг, когда чел начал шутить про тебя. Снимать гайды по твичу. Начни ими пользоваться. Ну, кстати, блядь, по факту, твич-советы нахуй никому не нужны, потому что, ну, в англо-сегменте окей, там есть большое количество людей, которые там стримерами становятся, но в ру-сегменте ты больше, чем 10 тысяч просмотров на такую хуйню вообще не получишь. Так почему я при этом делать-то не должен их? Вопрос-то остается открытым. Ну, 10 тысяч получу максимум. Так, 10 тысяч, 10 тысячам людям я помогу. Ну, потенциально, типа. А не делать-то почему? Я понял. Я не говорю не делать. Я говорю, что ты никуда не получишь. Ты говоришь, ну да, никуда не получишь. Окей, ладно. Про твои ценности, дедуль, я понимаю, что тебе нужно только побольше, где и ты не будешь делать то, что неэффективно. И в том числе, чтобы не потерять то, что ты уже набрал, ты не будешь говорить там что-то опасное там, спорное и так далее. Про твои ценности... Я русофоб. Все понятно. Я почему должен, как ты, делать? По какому, блядь, факту? Более того, это даже на самом деле неправда. Возможно, эти советы нужны, просто нужны лучше, чем мои. Это может быть только мои, набирают 10 тысяч просмотров, потому что, ну, больше не набирает никакой контент, потому что я по стримингу самый большой блогер и типа в СНГ, да, на русскоязычном, мои не набирают. Так можно же сделать круче, чем я, и они будут набирать, я уверен. Я вообще, я вообще не считаю, что мои видео какие-то, блин, откровения и какие-то, что-то кому-то всем надо и так далее. Не надо так не надо, не набирает так не набирает. Почему я не должен делать плохие видео? То есть, пацаны, реально, это очень плохое направление контента, делать гайды по твичу. Мы поняли, ты немножко сейчас, ну, мы поняли, что ты в неподготовленном стриме, типа, не фильтруя свой базар, понял, что для тебя плохое равно мало просмотров. Мы поняли. Окей, неэффективное, плохое, неэффективное, не жизнеспособное, да что угодно. Твои ценности, деда, очень приятно, хорошо, я понял твои ценности. Без оботарочного, аналитического, какого... Бля, он говорит, как новая олдовая, только у него не мотоцикл. Да, да, Эджиксу респект, я даже в комментариях отвечал ребятам. Абайк, и там, а, этот, только он не использует слово вырожденец. Похоже, ты сам не желаешь ничему учиться, ограждаешь себя от критики, немедленно помещая людей в неугодной категории. Дальше ты чё просто начнешь? Ну, типа, да, да, я с этим комментарием согласен, потому что чел говорит, вот я учусь на своих ошибках, люди ему указывают, типа чел, ну, ты тут неправ. Он такой, бля, в следующем выдаче такой, кто ты такой, чтобы мне такое говорить? Не знаю, я... Ну, то же самое, что он уже делал. Ну, такого не было. Ну, послушай, что там было сказано. Там даже апелляции к авторитету нету. Что, типа, ты сначала добейся, потом, типа, советую. Я уже объяснял, что тому, чего вы когда просматривали оригинальное видео. Дело-то не в том, что ты не добился, поэтому ты не можешь говорить что-то. Дело в том, что я тебя фактически словами разваливаю твою же логику. Вот в чём проблема. Но почему-то начинается клоунада, что, типа, ды-ды-ды-ды, ну, такого не было. Ну, с чем спорить? Типа, с фантазиями твоими, дедуль, блядь. Ну, на что? Ну, блин, вот это, конечно, зря мы начали смотреть, конечно. Ну, это совсем пиздос. Ну, это неподготовленный стрим, может быть, чувак просто там заполняет какую-то эфирную тишину. У него что-то выстрелось там на несколько предложений, он что-то сказал, ну, негативные комментарии, рофлю с них, но, блядь, так, типа, воспринимать. Так воспринимать? Да я тоже рофлю, чел. Ты думаешь, я всем ответил? Чуть-чуть, было, типа, пару чуваков, вот от Димы Кругляк и какой-то там еще Лютик, пару чуваков было, которые что-то осмысленно написали, я им ответил, без вот этих вот, ды-ды-ды, вот это, просто фактически. И все, их буквально, и вот видос там, потом рыбак, Сергей Смарт, который, к сожалению, карьеру уже все закончил на следующий же день после своего разоблачения, ну, ну, так получилось. Во-первых, ты создаешь нарезки со своих стримов, молодец. Сидеться, товарищи. Блядь, почему это как его разъебывают? Почему он так? Вот это что? Просто, анонимная аватарка из интернета с пустым каналом сомневается. Ну, а в чем мы? Блядь, это такие интонации нового олдова. Это, кстати, работает так. Когда ты смотришь к ху-чувака, ты непроизвольно можешь типа перенимать какие-то штуки. Это вполне. А, погоди, то есть это было не случайно, он реально смотрит. все хорошо, так почему у тебя нету хороших просмотров? Да заебал, почему он так разъебывается? Типа, просто ты сказал ложь? Типа, да нормально меня просматривать. Чел, чел, че за прожарка жесткая? Жестко, жестко! Прикинь, смотрите, сейчас будет прожарка Дед Пи, я правда не знаю, кто такой. Дед Пи, а ты лох! Дед Пи, а я тебя не знаю, прикинь, значит, ты нонэ. Вот это жестко, я проснулся, чтобы сегодня насилие починить. Ой, я... Нет, чел, там был комедийный тайминг, ты сказал, что у тебя все хорошо, и чел такой, у тебя все хорошо, а где твои хорошие просмотры? Это был хороший комедийный тайминг, как по мне, это было смешно. Надеюсь, ты разъебался, братюнь. Чувак, ебать, жесть. Жесть! Жесть! Я просто страдаю, чувак, это очень жестко, это же про меня, ой, я прям вообще в страдании. Жестко, он просто разъебывается с каждого его вот этого херни. Чел, это было смешно, и... Блин, прикольно. Просто не отвечай на такие комментарии, если у нас такая плакса. Они же даже дум... ой, блядь, пошло актерское мастерство. Бля, такой актер, конечно, я пиздец. Может, они какие-то... Бля, 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 смотрите, он там скажет, помните дальше, он скажет, что если ты такой сильный, почему у тебя есть видео про выгорание? Ребят, ставки, вот разъебется ли Дед Пи от этого тоже? Типа, просто интересно. Так. Вы поставите какого-то более слабого человека без какой-то позиции, у которого из ценностей только... Какие-то... Блин, я буквально говорю про Дед Пи... Мне интересно, сейчас у него будет какой-то facial expression на этот, на этот спич? Секундочку, внимательно. Потому что, я же буквально говорю про него, он немножко подспалился сам, что для него хороший контент только тот, который набирает просмотры, это значит, что это просто профурсеточка такая просмотровая, да, то есть, ну, где-то прокатило, там и будем делать. Про фурсеточкой. Какие-то циферки, какое-то уважение, закрыть какие-то свои комплексы и заработать побольше денег. Представьте, если этот человек будет говорить то, что он думает. А, то есть, мы просто будем говорить, что вот... Блин, к сожалению, ничего. Как я справляюсь с выгоранием? Ты же у нас такой сильный и крутой. Откуда выгорание? Что-то не так пошло, Юр? Да и вообще, да, действительно, почему же тебя... Нет, не прокатило, не предсказал. Выгорание так же понимается, как профессиональный кризис. Профессиональный, а ты тут при чем? Ну, чуть позже, ну, почти. Я, правда, думал, что с другого он. Чел, это жестко. Это жестко. Это жестко. Это жестко. And the Oscar goes to... Dead P47. Блин, чел, хороший видос. Блядь. Ну, теперь я разъебался. Я не ожидал этого. Достаточно перспективный ютубер, я считаю. С хорошим геймплеем, видно собственным на фоне. Кидаю ссылку в чат, пацаны, это... Это того стоит. Ну, я не знаю, кто-то Мунон рекомендовал его как хорошего чувака, но... Ну, потрясающий мужчина, я не знаю. Ой, хороший видос, ребят, хороший видос. Я, конечно, жалею, что я поставил эту реакцию, здесь, к сожалению, не совсем уже... Ну, совсем мало. Я не жалею, что ты ее посмотрел. Мы видим, что как бы количество подписчиков не значит, что у тебя башка работает нормально. Про ценности немножко подспалился, ну, молодец. Я не понимаю, это разоблачение уже сейчас есть. Видосу, по-моему, двое суток. 31 января оно выложено, сегодня какое? Второе? три, третий день видосу. Уже... Короче, забал. Я так понял, теперь у него интервью брать будешь. Ясно все подчеркивания хорошего стрима и всего Ланкова. Это сильно доврядно. Май бэй бэй бам 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 бам. Не знаю, не знаю, мне кажется, это очень смешной персонаж интернета. Он очень потешный, он очень потешный. То есть, я, по сути, над этим видосом тупо ржал большую часть времени. Вначале какие-то тейки были, потом я тупо угорал в лице этих шуток. Вот он такой, а что ты тут засмеялся? Это актер, блядь. Ты, этот чувак, сделал на него реакцию. Это вообще капец. Я узнал сегодня утром в Дискорде об этом. Чувак сделал реакцию, это уже выложено. Почему это видео про меня, типа, ему так быстро скинули, типа, мониторили? Ну, как это, ну, это вот сам факт этого произошедшего меня удивляет. Такой смысл в целом реагировать на весь такой хейт. Это прикольно, я не знаю, честно, вот адекватные люди и так знают тебя. Жесть, вот это хейт был, вот это был жесткий хейт. А тебе не нужна явно стрим их странная аудитория, так что, чуваки, надо твою реакцию от деда 47 кинуть ему, чтобы он глянул на стриме, а потом будешь смотреть его реакцию, на твою реакцию, на его реакцию другого видео. Базара нет, я не могу ответить вам, типа, что на самом деле там в этом есть какой-то сакральный смысл. Я вот посмотрю, там, можно, конечно, подумать, что другие посмотрят, как можно реагировать на хейт, что ничего страшного, да, то есть это, но в целом, ну, это просто как будто такой вот guilty pleasure, чуть-чуть, ну, блин, ну, это же интересно, я не знаю, может быть, это только из-за того, что это новое, то есть это очень редко происходит, понимаете, человек видео смонтировал, он такой, вот у меня есть вопросы, я сделаю про это видео, понимаете, это, ну, я не знаю, может быть, это какое-то эго небольшое, какое-то мое там внутри, такой, о, давай посмотрим, и при этом я не боюсь, если там что-то скажут, я как бы такой, хоп, давай смотреть, хорошо, просто, это хороший подход, что у меня нету, то есть я отказываюсь от всяких буков и так далее, для меня, причем, самое интересное, для меня это до сих пор дилемма, потому что я сам лично смотрю контент, который поддерживается буками, там, лигу баскетбольную, да, смотрю, там один, блин, он смеется, когда говорят ложь, слова напоминают одного блогера, который выявался, один формат прикольный был, и так далее, то есть, вот эту тему, я смотрю проект Insilio по Counter-Strike, я прям хочу этот контент, и он поддерживается буками, тотальное ли зло, эти буки, сука, я хрен его знает, где эта грань, что, я тебе на этот вопрос не ответил, есть ли какой-то контент, очень хороший, и на мой взгляд, полезный, который такой, ну, вот здесь можно, спасибо за сотню, Ну, пока что отказался даже от топовых тюбаков, вот три недели назад предложили мне, типа, один, там, буква, трекс, пекс, пекс, да, то есть, ну, я отказался, сами букмекеры неплохие, на них держится половина современного спорта, вот казики too much, вот, вот видите, вот тоже, надо же, понимаете, Бля, при чем тут это нахуй вообще, чел, блядь, аргументом даже не было, то, что ты там от каких-то букмекеров отказываешься, он просто после этого видоса сидит такой, ну, я, кстати, от букмекеров отказываюсь, молодец, блядь, я хуй знаю, красава, красавчик, ну, казиков, я два года назад еще казики начали идти, там платят нормально, ребят, то есть, сколько-то раз в месяц ты должен заводить, по сколько-то там часов, и тебе платят фиксу двух с половиной тысячи долларов, это, это, это реально нормас, блядь, то есть, это, прикиньте, у меня столько нету, например, но это только потому, что я купил себе карбоновый велосипед, только так, человек в разоблачении придумывает ложные теги, которые пытаются оспаривать, а реакция на заранее ложное разоблачение вообще лол, ну да, согласен, блядь, полное ценить коментить, когда вообще не шаришь, позориться для знающих тему и кекать для публики, которая не в курсе дела, большинство же вообще лишь бы обосрать и поржать, чувствовать себя лучше, ну да, бля, пацаны, давайте поддержим маленького ютубера, давайте, давайте поддержим маленького ютубера, подписывайтесь, пишите только приятные комментарии, и я думаю, что надо, чтобы такие маленькие каналы действительно становились замеченными, это действительно очень важно, я считаю, что ноль негатива к челу, максимально как бы интересный канал, вот, интересные реакции, интересные очень-очень-очень-очень-очень интересные и познавательные, особенно если стримером хотите стать, очень много полезных материалов в плане того, чтобы научиться работать с микрофоном или чем-то еще, мне, мне, а еще у него велосипед карбоновый есть, мне, и много действительно, ну, блядь, без шуток, много действительно каких-то рассуждательных видосов про контент-мейкерство и прочее, вот, я очень люблю их на фоне смотреть, мои любимые на самом деле, вот, но тем не менее, какие-то мои претензии в плане того, что этот человек не умеет принимать критику, они остались.